Дон Хинара Он пукает, он какает, писает там, он вытворяет всякие вещи. И вот как в цирке даже дети смеются над дураками-клоунами. Почему они смеются? Потому что они чувствуют себя умнее этих дураков, которые там. Так и он валяет дурака в этом духовном мире, чтобы мы хоть чуточку избавились от человеческой глупости и поняли весь ужас той игры в сансару, которой мы все играем. А сейчас я хотел бы вот для такого вот фокуса пригласить всех, кто выступал сегодня сюда вот. Всех. Для такого ответа на вопросы, для интерактива. Потому что мы вот говорили, но диалога, по сути дела, не было. Вот это вот один микрофончик здесь. Раз, два, три. Он работает с этого края. Я вот даю два микрофончика вам в группу. И один микрофончик в зал. Я буду его... Так, сейчас. Раз, два. Работает. Пожалуйста, все, кто выступал. Я еще раз представлю. Виктор Федорович Петренко, профессор МГУ, член-корреспондент темы наук. Олег Вавилов, директор издательства «Постум», когда-то был директором «Софии» в ее период расцвета. Игорь Перхин, учитель Сан-Тима Хасанхи и основатель проекта «Свобода ума». И Анатолий Романович Арлашин, «Четвертый путь», руководитель группы «Четвертого пути куджиевской традиции» и патриарх этого нашего движения самого школы контекста. Олег Бахтияров, основатель психонетики, направление и исследователь деконцентрации. Макс Ашурков, член Президиума Ассоциации транспарциональной психологии и психотерапии, как и Виктор Федорович Петренко. Я, Владимир Майков. И, конечно же, Андрей Лапин, который только что выступал, свидетель, лично знавший Карлса Кастанеда и его ведьм, и эксперт по мировым духовным традициям и практикам. Итак, кто хотел бы задать какой-то вопрос? Пожалуйста, идите сюда. Кто хотел задать вопросы поближе сюда, в кучку, чтобы нам не терять времени, у кого есть вопросы? Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Андрей. И мне было бы интересно узнать, как вы интерпретируете такое понятие, которое ввел Кастанеда, это безмолвные знания. Спасибо. Знающий не говорит, говорящий не знает. Это одна из интерпретаций в Дао-де-Цзин. Кто хотел бы? Антолий Романович. Это как раз, когда работают высшие центры, высший эмоциональный, высший интеллектуальный, на ГВАЛЬ. И тогда там другая система передачи информации, там нет слов. Там идут символы. Причем, если высший эмоциональный центр, там более образные символы. А если высший интеллектуальный, там идут символы, охватывающие громадное количество наших языковых понятий. Вот оно. Действительно безмолвные. Потому что, когда оттуда возвращаешься, думаешь, да, а как же это передать без языком-то? Следующий. Давайте будем сжатыми, краткими при ответе. Ну вот, одна из задач, которую решал Кастанайда и Лапин подробно описывал, да, это остановить вербальный диалог, остановить мышление. Отсюда, так сказать, практики динамической медитации, произнесение каких-то куанов. То есть, вот, например, кришнаиты там поют одну и ту же мантру. Через некоторое время, за счет, так сказать, вот этого бесконечного повторения, идет, как бы, остановка вербального сознания, и идет мощный визуальный ряд. Очень интересный, так сказать, или в динамической медитации, когда, так сказать, повторяющие действия, все время осознаешь, как ты идешь, как, так сказать, передвигаешь ногу. Это в течение, там, недели идет сужение сознания, и вдруг выплывает, так сказать, остановка сужения, снятия вот этой субъектно-объектной оппозиции, на которой построена вся философия, там, от Декарта. Все эти практики связаны с тем, что идет снятие, противопоставление мир и я, снятие субъекта объектной оппозиции. При этом происходит остановка вербализации. То есть мы переходим на уровень бессознательного, где все со всем связано, где нет категоризации мира, где нет меня как субъекта, и это, как бы, информативная емкость бессознательного на несколько порядков, ну, это метафора тут, никто не мерил, так сказать, на несколько порядков больше, чем, так сказать, объем сознания во всей его, так сказать, полноте. То есть, вот, Лапин тут же описывал, так сказать, какие-то приемы Кустанеды, например, там, да, необычный взгляд, так сказать, создается иллюзия, там, что ползет какое-то насекомое, кажется, огромное, так сказать, тело, там, так далее, да. Выбить из привычных стереотипов, одна, так сказать, из техник, помимо, так сказать, там, динамической медитации и так далее, да, снять привычные формы категоризации, раскатегоризовать мир, уйти в бессознательное, и бессознательное дает разного рода креативные мышления, креативные решения, дает необычную, некакитеризованную информацию, которую потом мы уже, так сказать, пытаемся с помощью сознания осознать, вербализовать, там, так далее, да. Вот отсюда эта практика молчания, ну, как она называется правильно, ну, безмолвного знания, да, еще знания до вербализации, знания до категоризации. Извините за лберту. Я бы тоже ответил на этот вопрос. Вот я бы выделил бы целую иерархию этих безмолвных знаний, то есть знаний вне формы. Вот самое простое, то, о чем я немножко упомянул, вот вы распределили внимание по всей этой территории, так, вот вы перестали выделять отдельные объекты. Вы знаете всю ситуацию целиком, но не как перечень, а как знание. Вот этот момент вы знаете. Более того, это то, что переводится, в принципе, знание отдельных элементов, если это кому-то необходимо, когда приходит такое знание, то его не нужно членить на составные части, его трудно передать другим людям, оно не культивируется у нас. Но это вот самое простое такое безмолвное знание, которое можно достичь. Есть какое-то граничное, это безмолвное знание, знание всего, ну, всего того, что доступно сознанию. На самом деле мы знаем все, у нас нет способа выявления его, у нас нет способа проявления этого знания, потому что у нас есть организованный мир, который организован по определенным принципам. У него есть свои элементы, свои связи, свои отношения, свойства и так далее. Все, что находится вне этого, у нас не проявляется. Но это можно проявить. Вот это знание всего, оно присутствует у людей. Не совсем знание всего, в общем-то, у нас проявляется в нашей практике, но вот у нас есть такой выпускной экзамен. После первого курса ребята, которые занимаются, они должны определить содержимое коробки. Один человек не в состоянии это сделать. Ну, бывают такие случаи, но это, как правило, не бывает, предмет совершенно случайный. И люди начинают давать свои ассоциации. И вот в этих ассоциациях группа должна уловить тот вектор, к которому смещаются они. Вот то общее, что появляется у них. Понимаете? Вот кто-то видит там волну, кто-то видит волнистый нож, кто-то видит там еще что-то, кто-то видит прозрачность. На самом деле это бутылка с прозрачными ребристыми краями. Понимаете? И вот вместе, когда они это собирают, вот это знание без формы, оно внезапно обретает эту конкретную форму. Я три параллели проведу между безмолвным знанием в традиции Дона Хуана и восточными представлениями. Безмолвное знание – это, как вот сейчас сказали, тождественное пребывание в моменте присутствия. Есть мантра «Со Хам», которая означает «Я есть то» с большой буквы. На вдохе там «Со» говорят, на выдохе «Хам». Это вот такое чистое пребывание в безусловном осознавании. И только начав это интерпретировать, человек начинает что-то говорить, описывать какие-то образы. Ещё это похоже на состояние «Турия». «Турия» – это означает «четвёртое». В одной «Упанишаде», «Мандукья Упанишад», объясняется смысл слова «Аум», что «А» соответствует физическому восприятию миру, «У» – это грёзы или вспоминания, «М» – это сновидения. Но есть ещё четвёртое состояние – сон без сновидений, когда, несомненно, вы присутствуете, но вы не присутствуете как отдельное существо. Есть только океан вот этого состояния. Ну и у исихастов, мистиков христианства, переход к этому назывался словом «Исихия», то есть внутренняя тишина по-гречески. Следующий вопрос. Кто ещё? У кого есть вопросы? А вот здесь написали вопрос. Я прочитаю всем. Что такое третье внимание? Вопрос к залу? Нет, написано ко мне. Третье внимание – это такой вид, такое состояние энергии сознания, Кастанеда говорил, когда вы возжигаете свою осознанность этим внутренним огнём. Этому соответствует, если вот про другие традиции говорить, то, что на Востоке называют радужным телом или в Африке телом радуги называют, а христианство изначально ранее очень говорили об этом, как о теле славы. То есть существование в форме высшей, тончайшей энергии, высшей из возможных состояний. Это не описывается даже словом присутствия, осознанность, но это то, что по ту сторону этого стоит. Вот как в ГИТе написано, что миры до Брахмана появляются и исчезают, а Брахман и Ишвара, они всё имеют корень во мне, говорит он, но я не имею корня ни в чём. Вот когда вы переноситесь туда, где источник корня, это и есть третье внимание. У даосов это называлось алмазным телом, это достижение. Ещё вопросы, комментарии. Да, пожалуйста, проходите сюда, подходите. Здесь микрофончик, радиомикрофончик ещё здесь. Дайте один, пожалуйста. Называйте своё имя. Меня зовут Ирина, я бы хотела спросить у Андрея Лапина. Вы говорили про воспоминания сохранённых прошлых впечатлений и про самадхи как намерение остановки ума. Вы могли бы подробнее рассказать про это вспоминание сохранённых прошлых впечатлений? И где в книгах Кастанеды можно было бы это подробнее узнать? Спасибо. Я про это прочитал в Йога-сутре Патанджали, вот в этих терминах. Йога-сутра Патанджали. Есть много, 11 переводов на русский язык, и можно читать все 11 и выбирать смысл, который резонирует в вас. Значит, это не то, чего достигают, а это опытный факт. Не стремятся сохранить эти прошлые воспоминания, а они просто сохраняются. Вот, ведь вы продолжаете существовать, и связь вами как существом здесь и сейчас, и теми впечатлениями, прошлыми событиями, она продолжает оставаться, вы помните. Но это не память в виде переживаний каких-то. Это просто вот тот опыт, который был в прошлом. Другая сутра говорит, что память есть сохранение прошлого опыта. Это то, что неизбежно происходит, если с вами что-то случилось. Вы помните об этом. Сейчас, правда, открыли вещество, которое медиатор в мозгу, которое убирает воспоминания. Если мышь в клетке, в одном месте есть электроды, и она ее там бьет током, она быстро научается и больше не ходит туда. Но если и вводят вот это волшебное вещество, она без памяти опять идет туда. Вот это какая-то физиологическая проекция этого. Но в этом сверхсостоянии воспоминания... Еще знаете что? Это не финальное состояние, вот что важно. Не финальное. Это один из этапов. Следующее. После того, как вы достигли самадхи, да? Да. Есть нервикальпа самадхи, есть савикальпа самадхи, есть саруба самадхи. И Шри Чанмой выделяет 36 видов самадхи. Один из видов самадхи, это сампражнята самадхи, это самоосознавание. Самоосознавание, которое сопровождается погружением в безусловное состояние осознавания. Вот такое. Ну, вообще, это очень популярный среди духовных искателей вопрос на тему, существует ли жизнь после просветления. Гурджиев смеялся над людьми, которые всегда фантазировали, что там у них тело свеет и еще что-то. И, он говорил, люди начинают только тогда работать над собой, когда они понимают, какая они множественность, какая они расплывчатость, безволие. Как только люди начинают понимать свой уровень, тогда начинается реальный рост. А пока они с телом света, радужным телом и вне Рыкальпа, где-то там, это одно воображение. Я добавлю еще, что Кастанеда говорил, что судить о предмете, не познав его, не изучив, бесполезно. Поэтому любые представления ментальные о том, как выглядит то, что там, они некорректны. В том мире, в том состоянии нет таких образов, отношений, предметов, категорий. Там просто чистое бытие. Держи, держи. Добрый день. У меня вопрос к Анатолию. Хотел узнать, какие параллели вы можете провести между четвертым путем и Талтекским путем? В плане дисциплины и с вашей точки зрения. Вы знаете, в одном из осознанных сновидений некий учитель подвел меня к какому-то алтарю и показывает мне на разные школы, учения и так далее. Он говорит, ты видишь, это все одно и то же. Просто для разного времени, для разных людей, это в их форме, которая им понятна и доступна. Между тем, что говорит Кастанеда, пишет Кастанеда, и тем, что йога излагает, классическая йога, и тем, что излагает четвертый путь, ну, полным-полно параллелей. Вы знаете, это можно, вот, прямо книге писать, какие там параллели. Нам доступны вот эти вот учения, изложенные Георгием Ивановичем Гурджиевым, потому что там есть очень важный момент. Там не только сам человек представлен, но и его место в мире. Показано, как все представляет одну целостную систему. И еще одна, скажу вам такой, ну, почти секрет, его почему-то все четвертопутчики упускают и не знают. во многих книгах. Гурджиев в одной беседе с учениками сказал так, а вы знаете, что такое реальный четвертый путь, когда действительно есть критерии, что человек идет путем развития, а не какой-то фальшивый, ложный путь. Он сказал, тот путь, где используются три объективных закона, закон трех, закон октав, энеограмма, они точно отражают реальность этого мира, и если вы работаете в этой реальности, естественно, это нормальный, четкий путь развития. Он естественный. Достаточно? Вы знаете, энеограмма, это очень серьезная вещь, тут ее попытались превратить в коммерческий продукт, некто Аскара Чаза, Нараньо, они сделали из энеограммы, из мышления об энеограмме, некую типологию, из-за этой типологии они начали качать деньги, появилась масса таких вот книг, масса школ, и помню, когда на одной из презентаций в белых облаках спросил женщину, которая свою книгу презентовала, спрашиваю, а что такое энеограмма? Ну, вы знаете, не надо об этом, давайте, она не могла сказать, что такое энеограмма. Вы можете перелистать все эти книги, там, ну, круг деленный на девять частей, соединенный так-то, так-то. А почему? Почему смысл этого? Смысл этого серьезного, фундаментального закона развития любой системы. Мы, каждый из нас, и этот мир, они все развиваются по этому закону. Если бы у нас в государстве, в государствах знали этот закон, понимали его, у нас не было бы никаких конфликтов, потому что там четко видно, известно, где, какой возникает интервал, как его надо заполнять, что для этой системы не хватает. Следующий интервал, в чем его смысл? Вот сегодня я вам говорил, что мы находимся в кризисе, Россия, да и весь мир, где интервал должен быть заполнен идеологией, то есть направлением развития. Какая идеология сейчас в этом мире? У, хватай, как можешь. Вся идеология. Она вас устраивает? Она глупая. Вот и, пожалуйста, конфликты. По поводу инеограммы, это нужно вот такой вот семинар, только очень серьезно его проводить. Дни на девять, да? По каждой грани день. Да, да. Это серьезная тема. Она не... Нас не запугаешь. Верю. А какой третий закон? Закон отставок или актером отставок трех? Нет, закон трех. В мире все происходит с участием трех сил. Активный, пассивный, нейтрализующий. Там есть определенный смысл. Знаете, есть одна такая книжечка, не знаю, кем она выпущена, там написано «Трое неизвестных». Там многое близко к этому, и она продается, ее есть смысл купить и почитать, хотя очень трудная книга. «Кибалион» называется. А авторы – «Трое неизвестных». Выпущена в те же времена... «Кибалион». Выпущена она примерно в те же времена, когда преподавал в Москве Гурджиев. Давайте ближе к теме. Ближе к теме, а тема у нас – Карлос Кастанеда. Кто по теме хочет спросить? Да, пожалуйста. Меня зовут Александр. У меня два вопроса. Можно два вопроса? Ну, по одному. Да, ну, первый вопрос. Говорилось много об осознании, конкретно как процессе. Вот я живу и осознаю. Осознание в каждый момент и так далее. Особенно Андрея Маппина говорилось. И хотелось бы узнать, что это такое, именно в смысле, как я могу понять, осознаю я сейчас или нет, осознавал ли я в прошлом или нет. Есть ли какие-то более глубокие уровни и, ну, вообще, как в этом дело. Игорь, может, ты начнешь отвечать? По бессознанке. Нет? Нечего сказать. Игорь, нечего сказать. Кто дальше по очереди хочет сказать? И все посмотрели на Андрея Лапина опять. Ну, Андрей, а тебе за всех отдуваться. Значит, что такое осознавание, да? И почему оно не всегда? Да, вот. И как узнать, осознанно ты или нет? Не спим ли мы сейчас? Да. Но в разных, на самом деле, есть разные оттенки понимания того, что такое осознавание. Конечно, ни в коем случае осознавание – это не обдумывание, не анализ того, что в данную секунду происходит. Это скорее восприятие. Вот как если мы заходим в комнату первый раз, в этот зал, мы впервые видим лампы, пол, все остальное. И первое мгновение внимание заполняет это. Вы запечатлеваете то, что происходит. Вот если это длилось бы непрерывно, ежемгновенно, каждую секунду, это похоже на осознавание. Когда вы в ВКонтакте, ну или хотя бы в Твиттере. В смысле ВКонтакте с переживанием. Это не очень корректно так говорить, потому что если есть вы, и то, что вы осознаете, существует дуализм. Отношение субъекта и объекта. Для сознания они оба одно и то же. Сознание является воспринимателем, и оно же является объектом восприятия. И осознавание или медитация, это вот разворачивание этого внимания внутрь, как в ГИТе написано, как черепаха втягивает лапы и голову, так и чувство вы отвлекаете от... внимание отвлекаете от органов чувств. И тогда не спя, будучи алертным, вот собранным, оно само распределяется нужным образом. Вам не надо его куда-то направлять, вы просто этим являетесь. Я приводил пример, когда можно воспринимать какой-то объект, но не осознавать его. То есть человек обходит там запрещенный объект, или вот такой, приведу яркий пример. Мы исследовали влияние эмоций на процессы категоризации и испытуемый, там заполнял матрицы. Но поскольку гипноз довольно-таки забавная вещь, так сказать, со стороны наблюдателей, это была ситуация в зимней психологической школе. Студенты жили по два человека с одним мы работали, а второй попросился присутствовать, так сказать, понаблюдать. Ну, дали эмоциональное состояние, потом там человек заполняет ассоциативные матрицы. Это уже не зрелищно. Да, и чтобы нам не мешал второй испытуемый, мы внушили, то есть второй человек, напарник, кто жил в комнате, мы внушили испытуемому, что он не будет видеть этого человека. Вот он его не видит. Значит, напарник сидел, время достаточно много прошло, он решил побриться перед танцами, там студенты вечером на танцы собирались. Включил машинку, начал бриться, думал, раз он невидимый, то на него испытуемый не будет выразить. Человек, который был в диапнозе, он встал, он не мог понять источник звука. То есть человек был невидимым, но мы не заблокировали, чтобы он был неслышан. Он пошел навстречу звуку, ну, когда сам нам было идет навстречу тебе, и с этим опытом не сталкивался, испуганно вскочил второй человек, который просто был наблюдателем. Наш испытуемый дошел, ну, буквально несколько сантиметров до источника звука. Он не стал его, он не видел, он не стал его проходить насквозь. Он остановился и впал в углубоке транс, потому что было противоречие, как бы, так сказать, видение и осознание. Можно видеть, но не осознавать. Я бы определил так сознание, что значит осознавать. Мы осознаем во многом благодаря языку, но языку понимаемому широко, это не только наш вербальный, так сказать, язык, русский, английский и так далее, да? Это язык символов, это язык каких-то нормированных образов, которые имеют универсальное значение внутри данной культуры. То есть осознание всегда связано с актуализацией какой-то системы значений. Чем шире тезаос этой системы значений, то есть чем более широкие, так сказать, пласты семантические оказываются задействованными, что? Чем более широкие семантические пласты оказываются задействованы, тем глубже осознание. А уже говорилось, снятие субъектно-объектной парадигмы, то есть снятие осознания, это повторение каких-то стереотипных действий, остановка вербального сознания или вот этого внутреннего диалога. И человек выходит на уровень бессознательного. На уровне бессознательного, уже говорил я, емкость, так сказать, информационная, но на несколько порядков выше. Решаются многие задачи. Кстати, еще один последний маленький кусочек, так сказать, для понимания. Мы помним практически все о своей жизни. Практически все. Тот же Кучеренко, да и я проводил такого типа эксперименты, когда внушаешь человеку двухлетним возрастом или трехлетним, он помнит все. В каких он там был колготках, какого-то было света, там чуть ли не какую кашку его кормили, он может, главное, привязать просто это воспоминание, как к кому-то конкретному времени. Человек помнит все. Есть в психологии так называемая голографическая модель памяти. Это Илурия, Икал Прибром, где было тоже показано, что практически все помнит. Но все помнит. Еще раз, например, другой пример. Кучеренко восстанавливал, связанное здесь было с криминальным событием, там нашли несколько убитых девушек. И шофер, который просто, так сказать, проезжал мимо этой лесотеки, видел какую-то машину стоящую. Что за машина, какая? Вот в серии глубинных погружений удалось не только увидеть эту машину, которая была с номером, но и прочитать те цифры, которые были доступны при таком углезрении. Этой машины. Так были найдены преступники. То есть человек помнит практически все. Но если бы он помнил, все время эта память была актуализована, это была бы колоссальная перегрузка, он бы, так сказать, в настоящем бы не мог существовать. Но я уже говорил о том, что помимо индивидуальной памяти есть еще и коллективная. Мы, каждый из нас является там субъектом, личностью, со своей, так сказать, памятью, там так далее, да? Вот у Кастанеды снятие значимости, да? Деперсонализация. Когда ты с помощью различных процедур, как бы, так сказать, ну, растворяешь вся от личности в этой коллективной памяти, ты можешь вспомнить и ситуации, не связанные непосредственно с твоим опытом, а работать с коллективным бессознательным. Так, я сумбурно немножко. Спасибо, спасибо. Я тоже просто расскажу. Очень коротко. Это очень коротко. На самом деле, действительно, очень коротко. Вот есть граничные понятия, которые вы никогда не определите. Вот нельзя словами говорить о словах. Мы все время об этом говорим. Вот эта реальность, которую вы знаете, вот и просто знаете, и все. И мы с вами всегда найдем общий язык. Осознаешь, не осознаешь. Все дела. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. С точки зрения четвертого пути, это прямая и обратная связь между субъектом, объектом восприятия, плюс третья сила, которая их соединяет. Субтитры создавал DimaTorzok